Старинные игральные карты Лапиных восстановили в Гродно. Почти век. Об этих картах мало что было известно. Семья Лапиных выпускала их в 80-е годы 19 века. Изготовлением карт занимались всего 4 фабрики. Поэтому семья Лапиных зарабатывала на изготовлении и продаже карт с изображениями королей Речи Посполитой огромные деньги. Почалась другая светлая война. Лапины загинули в Етта. А фабрика еще много десяти годов основала. Она в 60-х, 80-х годах называлась Гродинская всетная фабрика. Она друковала этикетки, розные колеровые альбомы, грамоты. Много всего, что тогда друковалось. Был на вот такие короткие периоды в 40-х годах, отразу после вызволения Беларуси, когда наша Гродинская фабрика была одним предприемством колерового друга во всей БССР. Почти через столетие карты снова появились в продаже. На презентации гродинцы и гости города могли увидеть не только обновленную колоду, но и первоначальный вариант, созданный в конце 19 века. Карты Лапиных станут хорошим сувениром для иностранных туристов. Такая память о Гродна будет продаваться в ларьках и сувенирных магазинах. Мы заховали частку истории, потому что это могло сгубиться. Оно могло сгубиться еще на реставрации, чтобы они не нашли эти карты, а могло бы сгубиться позднее где-нибудь в архивах музеев, университета. Мы это нашли и сделали такую реконструкцию этих карт. Мы заховали их. Это первое важное. Другая речь, что это момент отметности для нас, беларусов, что у нас есть свои карты.